Всем большой привет! У нас прямой эфир из Еревана. Надеюсь, настроение у всех хорошее. Спасибо всем, кто сегодня смотрел наш телевизионный эфир. У себя на стене поделился этим эфиром с очень профессиональным журналистом. Ну а сейчас у меня будет беседа с членом нашей команды, с Арпиной Петросян, которая многим из вас уже знакома по предыдущим эфирам, например, летним эфиром, весенним эфиром. Поэтому всем доброго вечера, присоединяйтесь. Сегодня у меня в гостях Арпине Петросян, и мы будем ей задавать вопросы. Элида, большой привет всей вашей семье. Эдварда Гаджанина, привет. И Арпиной, ты у меня в кадре, привет. Добрый вечер. Да, ну что, многие люди, которые не живут в Ереване, им еще более твой эфир интересен, чем тем, кто живет в Ереване, потому что, когда на отдельные темы высказываются жители Армении, это всегда более интересно, чем когда мы слушаем мнения людей, которые не живут в Армении. Еще раз всем добрый вечер. Джулетта Германия, добрый вечер. Аида Степанчук, добрый вечер. Аро Суки Асян Баревнер, Аро Джан, Болурит Баревнер. И, конечно, призываю всех делиться нашим эфиром, чтобы максимальное количество людей увидело этот эфир. Хорошо. Какие твои ощущения, Арпине, от ситуации в Армении? Наши подписчики каждый раз, когда видят со стороны 10-15 сайтов, которые загружают 50-100 дашнаков, митингующих в центре Еревана, думают, что здесь переворот. Расскажи ты, что происходит. Всем добрый вечер. Во-первых, я начну просто, Ром, разговор с того, что пока наш последний солдат не возвращен, пока наши военнопленные не возвращены и пока мы не похоронили всех наших солдатов, я буду просто начинать наш любой разговор с тем, что приносить свои соболезнования родным. Причем это надо делать громче, и соболезнования, и все другие слова. И я хочу сказать соболезнования всему нашему народу, потому что опять жизнь подкосила нас тем, что мы потеряли одних из самых лучших. Я приношу соболезнования всем тем матерям, которые подарили родине своих сыновей, которые не испугались и не спрятали своих сыновей у себя за ширмой или в спальнях. А с тревогой в сердце, на душе ждали весточек от своих сыновей. Я соболезноваю всему армянскому народу, всем, десяти миллионам. А еще громче надо говорить, что-то со звуком, да, нехорошо слышно, и все говорят, если можно, пусть артные громче говорили. Да, хорошо, постараюсь. Сейчас я подбодрюсь. Я хочу сказать, что нам сейчас всем трудно, но это не впервой. Так сказать, просто очередной раз мы опять получили сильную боль, которую надо пережить. То, что творится сейчас в Ереване... Пишут, не слышно. Секунду. Ребят, почему не слышно? Как вы думаете, стоит мне сейчас перезагрузить телефон? Как вы думаете? Давайте я перезагружу и снова дадим эфир. Да или нет? Давай узнаем, чтобы наш эфир был полноценным. Да, мы можем повторить, я могу еще громче разговаривать. Да, да, нет, сейчас мы узнаем. Стоит перезагрузить телефон? Ты думаешь, от перезагрузки что-то изменится? Не знаю, слышно, сейчас все слышно. Хорошо. Все, просто громче. Да. То, что творится в Ереване, честно говоря, я не сильно наблюдаю, потому что сил и энергии тратят на тех людей, которые тридцать с лишним лет подводили нашу страну, я не собираюсь. Меня это не интересует. Сегодня вся наша команда занята тем, что разъезжает и общается с семьями погибших героев. Ребят, мы общаемся с ранеными ребятами. Совсем недавно, 2-3 тому назад, мне позвонил один из наших ребят. Не буду называть имена. Это ребята, просто скажу, что из спецназа, которые были там все 44 дня. Кто-то вернулся раненым, кто-то здоровым, кто-то погиб. Мы общаемся со всеми с ними, с семьями погибших. И я была просто окрылена тем, что человек, которому ты сделала какую-то поддержку, совсем малюсенькую по сравнению с тем, что они тебе сделали, звонит и говорит, как вы, как ваше настроение. Не переживайте, все будут. И он тебя подбадривает. То есть, благодаря таким ребятам, мы опять встанем на ноги. Мы опять исправим, поправим нашу осанку и пойдем вперед. Почему я сказала, что не впервой? Потому что, когда мы с Ромой вне эфира разговариваем, делимся. И не только мы с Ромой, и с нашими друзьями, и с нашими родными. Я скажу, что очень многие за пределами Армении в ходе войны, мои друзья, мои друзья детства говорили, что они переживают все то, что было после землетрясения. Тогда, 32 года, скоро через полу, несколько дней будет, 33 года, как раз, 32 года будет, тогда нам всем казалось, что все остановилось, все замерло. Военных действий еще как таковых не было, но были уже погромы в Сумгаите, уже было неспокойно в Нагорном Карабахе тогда, при советской власти, да, так называлась автономная часть. И тогда было очень сложно, и невозможно было понять, что делать дальше. Во-первых, трясло нас без конца. Потери были очень страшные, очень тяжелые. И казалось, что больше дышать не хочется, не то, чтобы думать о будущем, о том, что будут свадьбы, о том, что будут рождаться дети, о том, что мы сумеем встать на ноги и думать о том, что вот, если война начнется такая крупномасштабно, мы будем иметь победы. Я хочу, чтобы мы поняли одну такую вещь. Скажите мне, все те, кто сейчас меня слушает, люди моего возраста, вы не помните, как мы же, армяне, украли у голландцев корм для собак, которые прибыли для того, чтобы спасали людей, оставшихся под завалами? Мы же это прекрасно с вами помним. Бросайте меня в камни, называйте меня, как хотите, но я буду говорить правду. Это мы с вами делали. Мы с вами после победы в Первой Арцарской войне не поняли, что нам нужно, получив эту победу, поставить хорошую печать с первым президентом, с руководством тогдашним. Мы этого не сделали, мы этого не получили. Мы позволили, чтобы всё это оставалось висящим в небе топором. Мы позволили, чтобы этот топор сейчас срубился и упал на наших детей. Мы, когда брали вот эти 5-10 тысяч драмов при выборах, мы, учителя, врачи, другие работники, да, многие работники там, не знаю, в мериях, в министерствах, мы всё это позволили, потому что мысли на поводу тех людей, которых это устраивает. И сейчас мы пытаемся что-то кричать. Вот Рома начал с того, что спросил, как я отношусь к тому, что дошнаки делают. Где-то год тому назад я поняла для себя одну вещь. Я не буду слушать убийцу Кочаряна, и я не боюсь этого. Он может послать сколько угодно людей, там, не знаю, напугать, запугать. Не сильно это меня будет как-то напрягать, честно говоря. Я поняла, что я его слушать не хочу, я не буду своё время терять на него. Я за это время послушала очень многих умнейших людей, армян, не армян, неважно. Людей, которые могут нормально анализировать случившееся и понять, что произошло в целом в регионе. Когда война была в начале, я сделала такой маленький эфир, у Рома был ещё в Москве, и я поняла, что я хочу обратиться ко всем матерям. Скажите, пожалуйста, вот тогда я вам ко всем попросила молиться и молиться за наших солдат. А сегодня вы молитесь за ваших военнопленных, за наших военнопленных, за наших ребят? Вы молитесь? Нет. Вы уже забыли, прошла тему. То есть вот эта вот солидарность, которая была в первые дни войны, и, как показало время, она была не стопроцентной, а она была намного меньше, она говорит о том, что мы каждый делаем свой выбор. Я бы хотела, чтобы мы всё-таки после вот всех этих бурных эмоций, которые пережили с 9 на 10 ноября, скоро будет уже месяц, мы просто поняли бы, а что случилось вчера, например, из Арцаха, с границей, которые уже как бы изменились, большое количество 18-20-летних ребят приехали к родителям в отпуск. Это срочники, это герои, ребята, которые были на границе и были в ходе войны. И они, представьте, что из-за ковида принят закон, что они не могут приезжать в отпуск, и плюс к этому ещё началась война, то есть там есть дети, которые больше года не были дома. Вы понимаете, что это такое? То есть мы могли потерять и этих детей. Я против. Ещё раз повторюсь, бросайте меня камни, растоптайте, напишите на страницах в фейсбук, что я предатель. Меня не интересует земля без моих героев, без моих детей. Меня не интересует мой дом без моих детей. Вы знаете, что такое, когда за 41 секунду ты остаёшься без жилья? Страшное дело. За 41 секунду. Тебе не дают два дня. Тебе не дают сутки на то, чтобы ты всё своё забрала. У тебя за 41 секунду разрушается всё, вся твоя жизнь. И потом, спустя какое-то время, ты узнаёшь, что это не было самым страшным. Самое страшное, когда твои родители, твой папа с мамой разгребают развалины, чтобы найти твоего старшего брата. А потом, спустя 20 лет, 25 лет, ты хоронишь мать, отца, и всё делаешь без брата, с кем ты выросла и с кем у вас была одна душа. Вы знаете, что это такое? Вы это проходили? Я проходила, со мной проходили очень много моих друзей из города Лейнаган. Но мы это прошли настолько достойно, что мы не потеряли своё лицо в своё время. Мы потом построили свои дома, сделали ремонт, купили мебель. Кто-то где-то что-то обкрадывал. Я тоже допускала много ошибок, бог свидетель этому. Я тоже много чего натворила в жизни, за что жалею. Мне очень стыдно бывает, очень часто. Но мы жили. Мы жили с этим горем. И живём с этим горем. Но вся тема нашего разговора сегодняшняя заключается в том, чтобы мы поняли, как с ним жить с этим совсем. Как нам жить с этим совсем? Нужно просто иметь мужество, принять свои ошибки, понять, в чём мы виноваты. Во время войны мы были с друзьями, сидели вечером, и как-то в разговоре началось обсуждение. Каждый говорил, здесь ошибка, там правильно делают, здесь что-то не то делают. Я говорю, а вот вы сейчас все говорите, сидя дома, скажите, кто из вас готов отправить своего ребёнка на фронт? Когда я начала смотреть вокруг своего окружения, я увидела, что никто не хочет отправлять своего ребёнка. Никто. Я поняла, что да, мы все хотим жить, мы все хотим, чтобы наши дети были рядом. Это понятно, это естественно. Я никого не обвиняю в том, что я говорю. Я просто говорю, что мы за эти 30 с лишним лет, я, мои друзья, мои родные, мы не приобрели понимания государственности. Мы ничего не приобрели. Мы приобрели геленвагены, собственные дома, дворы, кто-то дома и какую-то недвижимость за границей. Но мы не приобрели самого главного, понимания того, что мы имеем государство. Мы для этого государства ничего не хотим делать, абсолютно. Мы хотим только от государства получать. Сейчас дашнаки там орут. 30 с лишним лет они были, ну не 30 с лишним, 20 с лишним лет, они были в правительстве, все время какие-то коалиции ставали. А почему они в это время ничего не сделали, чтобы армия как-то встала хотя бы на ту ступень ближе к тому, что есть в Азербайджане не в плане армии, а хотя бы в оборонном вот этом укомплектовании, да, вот так вот сказать. Что сделали дашнаки, меня так интересует. Вот сейчас, вот сегодня я хочу, чтобы мы вообще пашиняня не трогали, только вот одну, одну вещь скажу. Пашинян пришел к власти в мае, в мае 18-го года. До конца 18-го года он ни черта делать не мог, потому что республиканцы были в парламенте, и все блокировалось, и всякие вот такие гадости, все, что возможно было, делалось. С 19-го года у нас пошел успех. Все те, кто сейчас будут говорить, что ничего не делалось со стороны этого правительства, тихо пускай сидят и со мной не спорят, потому что 19-й год я жила в Армении, я работала в Армении, и я видела, какие у нас успехи. Что было в 20-м году, это другая тема, с ковидом и со всеми отсюда исходящими, и с готовящимся наступлением со стороны НАТО, Турции при помощи народа Азербайджана. Кто это как воспринимает, тоже ваше право, но мое право сказать в моем мнении. За 19-й год мы сделали очень много, знаете почему? Потому что ничего не разворовывалось, даже если что-то разворовывалось на каком-то уровне, потому что не на все 100% все было уничтожено, были люди, которые считали, что так и должно быть, они к этому привыкли, они не будут менять образы своего, своей жизни, там работы и всего остального. Но 19-й год был очень удачный год. Я работаю в сфере туризма, в маленькой вот этой своей части работы, я приношу гостям, которые приезжают в Армению, услуги в нескольких сферах. Я видела, как мы встаем на ноги, и для параллелей, напомню, многие, может быть, не знают, я занимаюсь продажей и туров в Грузии, да, наша компания. То есть я видела вот разницу, я видела, насколько мы выше стоим в Грузии в очень многих сферах. Это был всего лишь один год того, что не грабилось из бюджета. И все, больше я на эту тему не буду разговаривать. Я просто скажу, что пускай каждый человек себе честно ответит. Кто готов от своего заработанного, не по принуждению, а честно, 20% или 15% отдавать государству, отдавать требуя, чтобы вот знать, куда идут эти деньги. Вы готовы этого делать? Нет. Вам обязательно нужно, чтобы была война, ковид или еще черти что, чтобы родина крикнула, что ой, у нас тяжелая ситуация, чтобы вы о нем вспоминали и помогали. И разговоры здесь не только о том, что вот за пределами Армении живут армяне, а нет. Внутри Армении то же самое. То же самое. Все стараются уберечь то, что заработали. Все. Я тоже стараюсь это делать. Потому что в нас за 30 с лишним лет никто, ни первый президент, второй, третий вообще молчим. Потому что благодаря им воровские все эти качества привились к нашему народу. И все остальное, откат и все, что хочешь. То есть мы не приобрели. Мы не старались это приобретать. Нам это не нужно было. Нам удобнее было иметь друзей в каком-то министерстве, в каком-то отделе, при каком-то организации, в прокуратуре, еще где-то решать вопросы через знакомых, там, по даркам, там, этим, там, этим, по блату. Мы такой народ. Мы никогда не станем Израилем. Вот сейчас все орали 44 дня, что Израиль какая-то сволочь. Да не сволочь Израиль. Израиль продал продукт, который он создал. У него купили и на нас использовали. Создавайте продукт, продавайте, пускай на Азербайджан используют. Кто-то вам мешает? Нет. Делайте. Кто вам мешает? Мы не хотим этого делать. Мы хотим из Турции привозить какие-то шмотки, продавать и дома спокойно сидеть, вечером кушать по охлаву с чаем или с кофе. На утро поехать на хаш на хорошем машине с айфонами, с крутыми телефонами, показывать, какие мы состоявшиеся. Хотя жизнь показала, что наличие всего этого ничего нам не дает. Ирина Горебян говорит, Артына, хорошо. Что вы думаете по поводу того, что Пашня ни одно дело по коррупции не довел до окончания? Какого дела? Какие дела, допустим? Какое-либо уголовное дело не довел до логического конца. За какое время? За последние два с половиной года, пока он в власти. Два с половиной года у нас не было этих дел. Дела начались с лета восемнадцатого года, если, допустим, возьмем Кочаряна, который с каждым разом, набирая нового адвоката, давал какие-то, как они это называют на их языке, обжалование каких-то моментов. И там семьдесят томов лежит для того, чтобы суд продолжился, но он на месте топчется. Это что, Пашинян делает? Это делают сваты и сватья Кочаряна, которые являются этими судьями. Мы это все прекрасно знаем. Как вы хотите, что? Мы Пашиняна избирали кем? Прокурором, судьей. Мы его избирали человеком, который должен управлять страной. Да, это неправильно, что это долго тянется. Но это долго тянется на сколько? Вот скажите мне, пожалуйста, вы где живете? В Америке, в России или еще где? В Америке дела на сколько ли тянутся? В Европе дела на сколько ли тянутся? Что, допустим, над Шираком был процесс во Франции, он что, за два месяца или за год закончился? Или над Берлусконе суд, который был? Давайте, чтобы мы вот эту тему как-то разъяснили, если вы у меня спрашиваете. Я тогда сделаю такой, да, реверанс в сторону политического дискурса. Что было в Армении за последние 25 лет? За последние 25 лет в Армении создавался серьезный мафиозный план. Все мы помним, я надеюсь, как звали женщину, которая спрашивает? Ирина Горибян. Ирина Джан, надеюсь, вы видели фильм «Спрут» в свое время, очень известный. Когда один следователь пытался разнести к чертям собачьим итальянскую мафию, ничего не получилось, к сожалению. Очень долго был фильм, мы все с наслаждением его смотрели, с тем, что мафиозные структуры капиталистического мира могут быть разрушены. Но, к сожалению, ничего не случилось. Теперь, за 25 лет в Армении создавался мафиозный клан, который старался всяким образом к рукам прибрать все, что угодно. Все, что угодно. Вот, чтобы вы, я не знаю, где вы живете, чтобы вы до конца поняли, я вам объясню, что к рукам прибирались учителя школ и преподаватели в детских садах, воспитатели в детских садах. Вы понимаете, что это означает? Вы думаете, что за год можно вот уничтожить вот это? Даже 5 лет будет слишком мало. Потому что вот эти вот лапки этого спрута находятся везде-всюду. Плюс они умудрились всякими кредитами, которые прибирались с разных стран и с разных фондов, привиться к международным также. А вы скажите мне, пожалуйста, по-вашему, почему в 44 дня весь мир молчал? Все говорили, мы озабочены тем, что творится в Арцахе. Вы почему думаете, так творилось? Потому что вот это такая жизнь. Кто-то показал вам такое содействие или сочувствие, да? Я что-то не заметила за эти 44 дня. Опять-таки, можете меня кидать в камни. Скажите мне, пожалуйста, какая европейская страна, кроме каких-то ля-ля-ляканей, реально встал рядом с Арцахом и с Арменией? Мне, честно говоря, даже не хочется, чтобы эта Франция сейчас приняла независимость Армении. Арцаха, извиняюсь, на чё, чё, зачем, для чего, чтобы что сделать? Чтобы сейчас начать новый процесс с русскими? Они свои вопросы сейчас, новые санкции, чтобы ввести для русских, да, за наш счёт опять? Ну, хватит уже, сто лет тому назад они позволили, чтобы произошёл геноцид, как говорит мой муж, чтобы потом собрать наших сирот и из них получить Азнавура и Каркуриана. Зачем? Лично меня это не устраивает. И ещё такая вещь, знаете, в этой жизни есть хозяева и есть, ну, не буду говорить, что слуги, некрасиво как-то это звучит, но в жизни есть всегда хозяин какой-то. В доме хозяин муж, на работе директор, там, не знаю, в институте это ректор. В мире это мэр, правильно, везде и всюду. Ну, вот так и будет на этой планете, к сожалению. Всё время нужен какой-то хозяин, тем более таким странам, где предательство стоит на месте номер один, к сожалению. А без предательства нам, как показала наша жизнь, мы не обходимся ни в какой ситуации. Мы предаём каждый день. После войны каждый день мы предаём. Знаете почему? Потому что мы не ходим и не стоим с этими матерями, которые ждут своих сыновей, чтобы похоронить или военнопленных, чтобы их вернуть. Мы же не стоим рядом с ними больше, правильно? Стоите, вы приедете с ними, встанете сейчас, потребуете. Вы ходите сейчас в посольство, например, те, кто живут во Франции, те, кто живут в Америке, в Канаде, не знаю, в Австралии. Вы ходите в посольство ваших стран и требуете, чтобы этот вопрос ваше правительство поднимало. Вы же это не делаете. Всё, закончилось. Подписана капитуляция, как вы все говорите. Мы сохранили жизни детей, того, что у нас осталось. А что мы делаем сейчас? У нас стоит задача номер один. Мне даже противно сейчас выходить, когда определенное количество людей с какими-то петициями ходит в Армении по посольствам, потому что там я вижу лица, которые это делают в интересах своих хозяев. Просто стыд и срам. Просто срылись. Стыд и срам. Вот опять предательство. О чем мы говорим? Пашинян не довел дело до конца. Откуда вы знаете, он довел или нет? Мы же видим то, что мы видим. Мы же не в курсе того, что куда, кто, чего сказал. Вы в курсе? Я не в курсе, например. Может быть, Путин, который вот 9-го согласился, или там, не знаю, 20-го согласился, что он будет заниматься вот любыми средствами прийти к подписанию мира, всё-таки согласил, сумел каким-то образом с Пашиняном договориться по поводу судьбы Робика Кучаряна. Это же его желание было отдать Мегрэ. Это же его мечта была. Так что я не знаю, может быть, и это сработало. Ну, вы подсказали, оставишь его в покое, не будешь его трогать, я не знаю. Вы знаете? Поэтому не могу сказать. Я могу сказать только одно, что он однозначно не грабит меня и всех остальных, кто живёт в Армении. Это точно могу сказать. Хорошо. По поводу, хотел вернуться к теме войны. Ты, собственно говоря, 44 дня изнутри наблюдала за всей этой ситуацией. Мы, например, наблюдали в диаспоре, да. Я очень часто уже писал, говорил, и могу ещё раз это повторить, что хотя у нас в Фейсбуке и в Инстаграме казалось так, что все армяне заняты Арменией, в действительности, естественно, 70-80% переживало искреннее, 20% безразличны были, но реально помогало примерно 25-30% людей. Это не в критику, просто вот реальные цифры были такие, да. Кстати говоря, мы увидели цифру, что со всего мира собрали 170 миллионов долларов. Не важно, кто что говорит. А вот на счету фонда АЭС там 170 миллионов долларов в раз. И действительно очень много армяне высылали грузовиков. Ереванцы это могли не видеть, но реально огромное количество грузовиков, машин, въехало в Армению и Арцах. Где они застряли, куда они отправились? Все ли дошло? Ничего не могу наговаривать. Но вот по факту очень многие высылали вещи, продукты и все через... Кроме того, что они закупали, соответственно, они оплачивали и транспорт, и вот эти все расходы с топливом. И почему не со взятками, да? Потому что если ты проезжаешь столько КПП, видимо, где-то еще нужно деньги давать и так далее и тому подобное. Хорошо. Хотел спросить, вот по твоим ощущениям, сколько процентов людей в самом, например, Ереване, да, вот ты считаешь, вели себя эти 44 дня, скажем так, достойно по отношению к своей родине, к своим солдатам, вот твое окружение, твои друзья, вот ты вот так примерно наблюдала, сколько процентов, которые, скажем так, имитировали переживания и имитировали помощь? Ну, давай, знаешь, с чего я начну? С того, что вот за пределами Армении скажу, да, пару слов. Шла война, и, по-моему, уже две недели как война шла, я каждый день разговаривала с одной из моих подруг в Москве, подруга детства, одноклассница. Она настолько сильно переживала, что две недели не ходила практически на работу. И в один день, когда утром она мне позвонила, она была просто в шоке, я говорю, что такое, почему ты в таком состоянии? Она говорит, ты не представляешь, буквально полчаса назад, я, говорит, сижу напротив телевизора и читаю что-то там, смотрю, что творится в Армении и слышу звук музыки армянской. Я говорю, мне показалось, что я так сижу, и я, говорит, оцепенела и хочу понять, что это такое. И, говорит, я вышла в подъезд, потому что я поняла, что это живая музыка, это не просто там какой-то телевизор или что-то, да, вот, и, говорит, и вдруг, когда я вышла в подъезд, я слышу, что кричат Таши. Она говорит, ты не представляешь. Я стою, плачу и говорю, да господи боже, ну что значит, вот это там парники будут у нас каждый год. Кто это, что это? Оказывается, говорит, у нас в подъезде армяне свадьбу играют. Это минуточку в Москве, может быть, третья неделя, когда шла война. Это по поводу этого. То, что касается состояния того, чего я наблюдала в Армении. Знаешь, Ром, естественно, война внутри Армении коснулась всех. У всех есть погибшие друзья, родственники, знакомые. Или у меня, например, очень много друзей, у которых сыновья были на передовой. Вот сегодня я говорила с одной из своих подруг, сын приехал в отпуск. И она где-то, мы переписывались, она спрашивала, как там дети, чего, что. И я там нормально так как-то в своем рассказываю. И походу она мне говорит, хайком, ой, вчера приехал в отпуск. Я говорю, так ты с этого начинаешь? Чего ты спрашиваешь, как там девочки, что или когда? Вот. То есть она коснулась всех нас. Финансово не могу сказать, что все подряд прямо вот. Но процентов 70-80 людей готовы были все, что угодно сделать, лишь бы война остановилась, лишь бы не было вот этих вот слез, лишь бы не было вот этих смертей. Состояние внутри и за пределами, оно разное в любом случае. Почему я это говорю? Потому что я в 92-м году уехала в Москву жить. И тогда же вот информация с поля боя заходила не так, как сейчас, правильно? И живя в Москве, я помню, как мы переживали. И когда говорили, вот на этом фронте произошли вот такие передвижения, там произошли такие. Карп не было ни черта не было, интернета не было. И я начинала думать, интересно, а это вот с какой стороны, чего, что мы как бы друзьями обсуждали вот это. То есть в любом случае состояние людей было разным. Скажу, что меня удивило следующее во время войны. Во-первых, меня удивило присутствие арцарских молодых ребят в центре города. Помнишь, мы с тобой говорили, это был, наверное, 10-й или 12-й день? Ты спросил, что вообще? Я говорю, ты знаешь, меня удивляют, я никак не пойму. Они привезли свои семьи сюда. Чего же они тут застряли и не уезжают обратно? Я не могла это сказать. Не о всех, мила, дорогая, не о всех. Мы говорим о 30-ти процентах. Мила. Сейчас я по поводу диаспоры отвечу. Мил, это я сказал. Позвольте еще раз повторить. Значит, мила Довцян пишет. Какие-то несправедливые слова о диаспоре. Мы на Кипре тут с ума сходили. Собирали деньги, вещи. Постоянно сидели и смотрели сутками новости. Звонили в Армению. Состояние было ужасное. Не так о всех. Не надо так о всех. Уважаемая Мила, а где я говорил о всех? Я говорил 25-30 процентов. У нас сколько живет диаспора по миру? 7,5 миллионов человек. Вы можете за 7,5 миллионов сказать, что все, как и вы, переживали? Все, как и вы, посылали деньги. Вы сейчас можете это написать? Я думаю, что нет. Не переживали все. Поймите. Не переживали. Переживали многие. Реально помогали финансово, имея возможности. Примерно 25-30 процентов. Иначе объясните, почему 170 миллионов на счету? Конечно, часть денег выслали родственникам. Часть денег выслали в виде машин. Но предположим, все это полмиллиарда долларов. Но вы считаете, это 44 дня войны кровавые и 10 миллионов армян по всему миру. Вы считаете, это то, что мы могли сделать? Но вот сколько людей среди вашего окружения в Кипре продали свои дома, продали свои машины и отдали в армию? То есть мы что даем? Немножко денег, правильно? Кто-то много, кто-то мало. Но мы можем дать в миллионы раз больше. Поверьте, у нас есть машины, особняки, супермаркеты. Мы разве это все продали, отдали за арцах? Зачем вы говорите так? Вы хотите сказать, хотя бы 5% армянский народ продал своего имущества, чтобы спасти арцах? Я не говорю 50%. 5% продали свои недвижимости, своих машин. Вы видели, много видели женщин, которые вытащили свои бриллианты, которые покупали при своем муже за последние 20 лет и отдали Карабаху? Напишите, о чем мы говорим. Звонили, переживали, да? Звонили, переживали. И многие, примерно 25% высылали много денег. Нужно я просто добавлю. Илодиан, вы не переживаете за вот эти трогательные разговоры? Если мы это не будем говорить вслух, мы все время будем на те же самые ошибки наступать. Скажите мне, пожалуйста, о переживаниях побеждают нападавшего врага? О переживаниями или звонками могут остановить войну или не дать, чтобы погибали целое поколение? Сейчас мы о чем говорим? Переживать все мы переживаем. В Ереване тоже очень многие переживали. Но поверьте мне, после 8-7 вечера в центре кафе сидело очень много народу. Может быть, они сидели и, как вы, никому не звоня, переживали за то, что творится в Арцахе. Может быть, как вы, они никак не могли успокоиться. Но этим невозможно остановить войну, понимаете? Вы знаете, у моей приятельницы, девочка чуть старше моей внучки, они выходили, первую неделю они все сидели дома. Никто не выходил из дома, просто. Потом я начала на их ругать и говорить, что так нельзя делать, дети ни в чем не виноваты. Выйдите с ними, погуляйте, просто походите с ними. Так вот, у нашей приятельницы муж был, как ополченец, на передовой. Дочке 10 лет. Вы знаете, что с ней произошло, когда она увидела в центре, на каскаде, когда она гуляла с мамой, с маминой подругой, с дочкой? Мужчин, которые по возрасту подходят к его руке и к ее папе. Она не могла понять, почему папа там, а эти дяди здесь гуляют. Вы знаете, вы можете представить, что это такое? А такое было у нас в Ереване. Вы знаете, что со мной творилось, когда я получала фотографии министра экономики Арцаха? Арцаха или там еще какого-нибудь первого лица, которые бритые, аккуратные, в дорогих костюмах сидят в ресторанах на Северном проспекте. Вы понимаете, что это такое? Вы знаете, что такое, когда твой друг, гид, с кем ты работала несколько лет, который является просто огромным патриотом с твоей страны, ты ему пишешь все время, ты знаешь, что он на передовой, ты пишешь и говоришь, просишь. Просто скажи «да», напиши «да», «как вы там», «что у вас там». Ты знаешь, что это те ребята, с кем ты принимала гостей, с кем ты работала, и которые, это те люди, которые, знаете, являются гордостью моей страны, моей гордостью. Но ты от них не получаешь весточек, и их одногодки разъезжают на машине со скоростью, что как будто на фронт учатся. Вы знаете, как это больно? А вы говорите «мы переживали, мы звонили, мы там», «мы тоже переживали». Я тоже дома сидела, переживала, я тоже не засыпала. Моя подруга в Москве тоже переживала, она две недели на работу не могла выйти. И у нее истерика была от того, что в ее подъезде армяне пришли за невестой с музыкой и с Таши Туши. Может быть, сейчас они тоже на меня смотрят и как бы хаят меня с Ромой, что вот о чем вы говорите? Мы переживали, но мы уже день назначили, нам нужно было эту свадьбу сыграть. Вот сколько мы будем сами себя обманывать, вот столько мы будем терять. Вот со времен Тиграна Великого мы теряем наши земли, потому что мы себя обманываем, потому что мы надеваем наши брюлики, бархатные платья, костюмы, меха, ходим на свадьбы, на какие-то, не знаю, презентации. Приходим домой, все это прячем, мы даже не считаем нужным, что есть понимание государства и надо для этого государства отдавать то, что нужно отдавать. Пока мы этого не поймем, что мы должны вот это государству давать, требовать и потом понимать, что мы имеем крепкое государство. Вот от этого мы вот страдаем. А вы сейчас говорите, мы звонили, спасибо, что вы звонили, огромное спасибо, спасибо, что вы все, я сейчас ко всем обращаюсь, спасибо за ваши переживания. Но сами себе честно ответьте, не надо нам с Ромой отвечать. Переживаниями можно победить войну, да? Сидя дома у компьютера, куряя, я не знаю сколько, там, разговаривая мужиками где-то во дворах или еще где-то, можно победить в войне? Мы же с вами это прекрасно уже знаем, что садились в машину, доезжали до какого-то пункта, фотографировались, возвращались. Это было такой, знаете, вот понтовой выходкой. Вы считаете, что мы могли бы победить эту войну вот этими вот выходками? Есть очень много вещей, о которых я просто не хочу говорить вслух, потому что эти люди со мной делились, и если они посчитают нужным, они сами об этом расскажут миру. Если они не хотят рассказать миру об этих действиях, я не имею права говорить о том, что мои уши услышали из их уст. Это не моя история, поэтому я о них говорить не буду. Но поверьте, вот эти понты приехали на фронт с двумя машинами, оставили одну Ниву, 14 там грузовиков с продуктами, еще с чем-то оставили, сделали фото. Параллельно с фото сделали 20 звонков туда-сюда. И уже на третий день были в Ереване. Такими способами не побеждают, поверьте мне. Ну, нереально это сделать. Ну, давай скажем так, да, что на самом деле мы ни в коем случае никого не хотим обижать. Да нет, ради бога. И, кстати говоря, скажу, что вот, кстати, у меня здесь в эфире есть и Джульетта, и Евгения Нурбекян, и Мэгель из Санкт-Петербурга, которые все время посылают и посылали деньги. Вот конкретно в моем эфире большое количество людей, которые очень много посылали денег. Вот, Ирина Горебян, вы сегодня в моем эфире пишите много каких-то вот фраз против Пашняна. Вы можете написать, вот нас сейчас смотрит 435 человек, Ириночка, напишите, пожалуйста, а что вы делали за 44 дня для того, чтобы мы победили? И также, Ириночка, вы могли бы написать, ваши братья, ваши родственники-мужики по всем фронтам, были ли они на фронте или нет? Потому что я смотрю, что вы очень так активно пишите, Ириночка, и вот 436 человек ждут от вас ответа на мой вопрос. Сколько мужиков из вашего окружения бились в кровопролитных боях за шушей? Мы ждем ответа, Ирина. Да, ну вот, кстати, что ты думаешь о людях, да, чьи мужья, сыновья не воевали, они говорят, почему вы не продолжали биться за Карабах? Вообще, как тебе такое отношение? Вот знаешь, такое впечатление, что в Сесиане, Гюмрии, Ванадзоре есть такие парни-роботы, да, которых нужно убивать для того, чтобы наши армяне-диаспоры летом пришли, ели шашлыки и говорили, все круто, все хорошо. Вот, а мне, например, как человеку, который не из Армении, постоянно кажется, что мы забываем про регионы, как будто бы это, знаешь, какие-то там вот горы, да, с мужиками и женщинами, которые должны рожать, и никому нет дела. А вот когда они теряют своих сыновей и остаются без дров, мы с тобой едем в семьи погибших и раненых. Посмотри, сейчас, пока государство не успело всем выслать деньги, очень многие очень рады, что мы решаем их вопросы. И ты знаешь, да, здесь нет отопления, первая задача – это отопление сделать. Сколько людей из нашего эфира, которые сидят, демагогией занимаются, дурэн, дзэцюм, харцунмен, вонц, лузекет харцелет? Ром, мы с тобой пришли к вопросу, о котором я очень часто за последний год говорю, это вопрос выбора, кто что делает. Всем тем людям, которые в Армении, за пределами государственной границы Армении живут, я всем желаю счастья, я всем желаю, на нашем армянском есть классное слово. Неважно, это мои друзья, люди, которые со мной согласны или не согласны. Все те, кто считает, что эта война должна была продолжаться, почему до последнего мы не бились, у меня будет одно предложение. Я вам куплю билет, несмотря на то, что я уже год не работаю, сижу без работы из-за ковида. Я обещаю купить вам билет, но он будет очень тяжелым билетом. Вы поедете по Гюмри, вы поедете по тем селам, где вот эти ленточки с разными нами наших ребят, восемнадцати, девятнадцати, двадцатилетних, и будете в каждый в дом ходить и просить прощения. Вот все те, кто вот это сделают, потом пускай откуда-то, неважно, в Арабкире, ты не знаю, там во Франции, в Австралии, в Канаде или еще где-то, в Уркино-Фасо, мне все равно, живите себе счастливо. Но кто открывает рот по поводу того, чтобы до конца здесь не бились, как только вы приедете, проедетесь по всем домам, пойдете ко всем женам и матерям военнопленных. Тех семей, тех жен, которые не могут найти тела своих мужей и сыновей, со всеми не пообщаетесь и не предложите определенное количество ваших представителей, мужчин в армии, пока все закройте рот, я вас очень прошу. Да, Ирина, ну вот я вам отвечу насчет Джабраила, еще раз соболезную, я понимаю теперь вашу боль, неважно, что мы обсуждаем в эфире, насчет Джабраила. Ба, ова отарел Джабраилу в Шупертель, мэр генералнеря, мэр птац, мэр тара генералнеря, в очболоры, вадьми масса остат. Верчи, ересунтарва генералнеря. Наш родственник пропал без вести в Джабраиле, вот мы завтра поедем к женщине, которая держит маму инвалида, и у нее единственный сын, который пропал, тоже в Джабраиле завтра. Она до сих пор не может дозвониться миротворцам, чтобы этого без вести пропавшего парня, которого кто-то считает погибшим, а она без вести пропавшим. Почему вы не говорите, что это сделали отдельные генералы, твари, которые специально оставляли ребят в окружении? А вам не кажется, что специально сделали так, чтобы было много погибших, чтобы вы все были раздраженные? Я хочу просто отметить, люди не понимают, что столько было предателей. Вот Ирина Горебян, она не понимает. У нее, кстати, я уже выразил соболезнование, есть умерший человек, да? Я тоже соболезновала. Она сказала, что она не может быть предателем. Вы хотите, чтобы мы на весь мир что сделали после вот этой трагедии, которая еще даже 40 дней не прошло еще, того, что вот мы как бы поставили точку. Но сегодня у нас, к несчастью, два мальчика, подростка, 18-19 лет подорвались в Арцахе. Понимаете, что это такое? Вы хотите, чтобы мы сейчас поговорили о том, что реально происходило на фронтах? Об этом уже все сказали, все рассказали, причем с передовой. Уже ни один человек об этом рассказал. Ну, допустим, Дашнаки и там, не знаю, Найра Зурабян со своей командой, еще там кто-то, какой-то вот Муркур или как там это, Ванатяна еще называют, не знаю. Не начихать на них насят. Ну, допустим, они что-то кричат. А то, что говорят наши солдаты, которые оттуда... Вы знаете, мы говорим последние 12 дней, не 12 или уже 3 неделя пошла, Рома, что мы со спецназом работаем? 16-го числа. 16-го ноября. 16-го ноября, да. 14 дней уже, а у Чуйнутки, получается больше полмесяца. Вот мы посещаем семьи, это семьи спецназовцев и раненых спецназовцев. Их немало, их много. Вы знаете, как трудно, когда ты заходишь в дом, видишь лица родителей или молодой жены, которые отдали своей родине своего самого любимого. И ты не знаешь, что им сказать. Ну, сказал ты, зашла и говоришь, сочувствую вашему горю. Дальше нужно начать диалог. И ты не знаешь, что им сказать. Вы знаете, что это такое? Это очень сложно и очень больно. Вот ты начинаешь с ними разговаривать. И спешу сообщить всем. Никто из них не обвиняет Пашиняна. Я вначале сказала, что не хочу вообще на тему Пашиняна говорить. Я хочу говорить о нашем с вами выборе. О том, что нам надо встать на ноги. Но если вы вот как бы все время ведете в эту сторону, я вам скажу. Почему эти люди, которые потеряли своего сына, они не обвиняют его? Они не говорят, что он виноват. У них дети воевали в Сирии, были в миротворческой, как бы по миротворческой, заданиям миротворцев в Иране или Ираке, да, Ром говорили? Помнишь, значки показывали в Греции по каким-то заданиям? Я не поняла, но они подлучали там какие-то ордена еще. У разных ребят разное было. И вы знаете, мама Хачатура, папа Хачатура, ребята там арман, орут. Таким вы не представляете, какие это золотые люди, какие скромные люди. Вы понимаете, что означает, когда спецназовец тебе вешает голову вниз и говорит, знаете, что самое обидное? Когда мы только нашей командой воевали, мы не боялись за наши жизни. Но так как только к нам подходили не из спецназовской группировки, мы начинали бояться, что нам в спину будут стрелять. Вы знаете, что это означает? Вот когда вы придете, выслушаете все это, вот тогда и, пожалуйста, делайте выводы свои. Я свои сделала выводы. Повторю еще раз. У каждого человека в жизни есть право выбора. Быть честным, порядочным или быть предателем. Предателем по отношению к мужу, к жене, к родителям, к детям, к стране, к работе. Вот наш народ в целом выбрал путь предателя к своей стране, к своему государству. Потому что мы годами не хотели платить этот налог. Мы годами брали эти деньги и шли голосовать. Мы годами, понимая, что мы оккупировали семь районов азербайджанских, ничего для того, чтобы их отдать или остановить или что-то сделать, не сделали. В августе, когда мы с Ромой были в Арцахе, я смотрела на всякие вот эти шикарные построенные дома и каждый раз спрашивала. Рома, они как, они не боятся, что вот может начаться война, ведь это в каждую минуту. Я сидела и рыдала, потому что я видела, как ребята, которые участвовали в первой войне, в апрельской войне, они не боятся, и они что-то созидают и что-то делают. Сады сажают, не знаю, какое-то хозяйство себе делают. Я каждый раз на них смотрела, мне становилось страшно от того, что я понимала, что у этих людей есть воля. Я им даже сказала, что вот меня поражает, это же камка жизни. Вы же понимаете, что у вас границы никаким образом не защищены. Как вы все это делаете? Война может начаться в любую секунду. Когда вот строились вот эти гостиницы с этими бассейнами, с этими какими-то понтовыми джакузи и не знаю с чем еще, кто-то думал о том, что Азербайджан может быть психанет и рванет? Никто не задумывался, что Турция может свои мечты превращать в реальность? Вот Ирина Гаримян правильно говорит. Говорили Виталий к Баласаням предателю, а сегодня дали должность. Давай на этот вопрос тоже ответим. Будьте добры, прямым текстом напишите Арайку Арутюняну, у меня тоже этот вопрос сегодня возник. Он написал, что он идет на сотрудничество со всеми представителями разных партий для того, чтобы сохранить состояние дружбы, наверное, между народами российским, арцахским и еще каким-то, не знаю. Это право арцахцев, это не мы, это не Прошинян назначил, секундочку. Вот вы сейчас вот говорите, вот кого вы спрашиваете? Меня? Я тоже этим очень озадачена. Я вообще хочу понять, с какого вадуна вообще эти генералы появились там, где они должны были появиться. И между прочим, Виталий Баласанян один из тех людей, который еще до апрельской революции кричал и топтал ногами и мечтал о том, чтобы русские миротворцы появились. Да ради бога, сдались вы давно, вот Россия, кто вам мешал, кто вам говорил, не делайте. Кто-то говорил Баласаняну или Арайку Арутюняну, что Армения против? Хотите быть в составе России? Идите, становитесь. Зачем надо было 30 лет, чтобы молодые ребята из Гюмри, из Кировакана, из мецпарной села, из села Балаговит? Почему эти ребята должны были гибнуть годами? Объясните мне. Для того, чтобы сегодня произошло чудо и Виталий Баласанян получил бы право того, чтобы российские миротворцы находились в Арцахе? Сделали бы раньше. В шестнадцатом году к вам приехал ваш любимчик, сэр Саркисян, обращаясь к Виталию Баласаняну, если он слушает, и предложил вам сдать вот эти районы. Вы почему это не сделали? Вам нужен был другой козел отпущения? Я вас поздравляю, он у вас получился. Ну, будьте честны, пускай у вас будет честный выбор. Я не знаю, почему Арайка Арутюнян это сделала. Я не знаю, почему с пятнадцатого октября Арайка Арутюнян говорила одно, Никол Пашинян другое. Спросите у них, пожалуйста, потому что у меня тоже этот вопрос есть. Я знаю только одно. Я против того, чтобы у нас были какие-то земли без моих детей. Это все мои дети. Я против. Я, как гражданка Республики Армения, против. Я не позволю никому. Посылайте ваших детей, пускай они защищают, если вы хотите эти земли. Я не хочу. Пускай российский флаг там стоит, миротворцы стоят. Я смогу поехать посмотреть все то, что там есть, оставшееся от наших предков, и вернусь обратно в свой Ереван, если получится. Хорошо, давайте на этом эфир подведем к концу. Спасибо большое всем, кто смотрел наш эфир, дорогие друзья. Арпина, что ты хочешь на прощание сказать, несколько предложений? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы мы не ждали, чтобы отсюда были негативные сигналы, чтобы с Родины не шли какие-то страшные новости, чтобы мы становились в один кулак, становились добрыми и людьми, которые понимали, что надо оказать поддержку. Чтобы мы делали выбор не в сторону предательства, а сделали бы выбор в сторону честности, порядочности. И в конце концов сами себе ответили, что мы хотим, иметь государство или иметь какие-то сплошные панты. Просто подумайте над этим. Сейчас вот реально у нас в стране стоит вопрос выбора. Выбора того, вот я просто сделаю маленькое такое отступление, Рома, мы округлимся. Выбора того, чтобы иметь порядочного человека, который не готов растоптать любого. Или выбор того, чтобы иметь человека, который для того, чтобы прийти к власти и все удержать, может пройти по целому народу. Или человека, который может в эфире с первого до последней минуты руганью говорить, самым последним матом и какими-то компроматами шпираться, что типа он, блин, такой хороший, а на самом деле он работает на тех людей, которые хотят вернуть прежние власти. И в конце концов сделать выбор, что им важнее в жизни. И от этого уже приобрести понимание того, каким должно быть их государство. Всем спокойной ночи, всего хорошего. Спасибо большое еще раз и Ирине, и всем, кто потерял своих детей, племянников, братьев. Уже соболезнования, собственно говоря, мы это делаем в реальной жизни. Я отдельно хочу сказать спасибо тем моим подписчикам, которые, начиная с 16 ноября, вместе с нами звонят, едут в семьи погибших, раненых, поддерживают. Это сейчас очень важно, на самом деле, завтра мы уже получили средства, закрываем второй наш список, у нас там была 21 семья. Мы уже закрыли первый список, 6 семей, сейчас второй список, завтра закрываем, и завтра 5 семей из третьего списка, тоже мы уже деньги получили, получат помощь. Таким образом, 7 семей завтра получат помощь от нас, 2 семьи из второго списка и 5 семей из третьего списка. В третьем списке 14 семей. Вот такие дела. Следите за нашим эфиром. И также после завтра мы поедем в Армавир. Тоже есть хорошие новости в плане того, что мы можем помочь большому количеству семей. Следите за нами и вместе с нами делайте добрые дела. Сейчас самое главное, ребят, вот чтобы вы поняли, сейчас самое главное помочь семьям погибших, раненых, беженцев и тех, кто ищет своего сына. Вот это сейчас 99% в моих мысли. Поэтому я абстрагируюсь от пустой болтания. Всего хорошего.